Доктор, скажите, когда я уже смогу пойти? Я не знаю. А кто знает? Вы же вроде как специалист в этой области. Вы что, свой диплом в переходе купили? Здесь не так все просто. Сейчас придет специалист в этой области и даст заключение, потом разрешение, и пойдете. И где этот специалист? Он вообще существует? Существует. Ну, потерпите. Я же с вами стяжу, тоже жду. А давайте лучше с вами в картишки пока перекинемся, а? Хватит уже. У меня после игр с вами деньги заканчиваются. А так я отдал жу. Ну, под процент, разумеется. Спасибо, не надо. Да когда этот ваш специалист уже придет? Ну, сам же жду. Вы все поймете. Вот как только вы слышите маты, которых никогда не слышали, сразу поймете, специалист идет. Это что за специалист такой? О, это великий специалист. Тридцать лет в медицине. Даже я боюсь ничего. Поналивали, поналивали, понасирали. О, идет. Козлы. Здрасте. Забор покрасьте. Нина Сергеевна, скажите, пожалуйста, когда мой пациент уже сможет ходить? А когда полы высохнут все, вот тогда и можно, через часика полтора-два. Я уже два дня не ходил в туалет. А я в Париже не была ни разу. Ничего, терплю. Ну, что, что происходит? Это кто поналивал? Вот только. Это не я. Это я. Я же сказал, я два дня в туалете не был. Зачем кричите? И еще два дня не будешь ходить. Уроды, рукожопые. Я тут при чем? Это твой пациент. Мой. Значит, ты за него отвечаешь, понял? Понял. Или сам будешь тут лежать? Понял. Уроды, рукожопые. Дайте хотя бы утку. Утку? Сейчас ты у меня крякнешь. Дизель-шоу повертається. С новыми жартами, песнями та номерами. Первый большой концерт в Киеве. 26 лютого. 19.00. Палац Украина. Квитки на сайте дизель-шоу. Крапка ком та контрамарка Юэй. Что это такое? Мука. Мука. А че у тебя голос дрожит? А? Ну а вдруг это не мука? Вы меня два раза дубинкой уже ударили. Я вас боюсь. Так мука это или не мука? Была мука. Была мука. Последний раз тебя спрашиваю. Что в пакетике? Мука. Мука. Видно, не последний раз. Ну, сучонок, ты влип. Сейчас я вызову эксперта. Ты у меня сядешь, понял? На всю жизнь сядешь. Алло. Эк-эксперт. Алло, эксперт. Можете подъехать. Да, ко мне на работу. Хорошо. Сука. Говори, где взял. Я не помню. Свой найм? На Болонском рынке. Молодец. Точнее. Я не помню. Точнее. Возле рыбного рынка. У кого? У хромого деда. Восьмой ряд, седьмое место. Молодец. Отдыхай. Ну, что скажете, Марина Францевна? Ну, мука отменного качества. Такую хрен в магазине купишь. Тесто смотри какое. Классное. Не липнет совсем. Так что, зятек, бери ноги в руки и на Болонский за мукой. Где же я вам этого хромого деда найду? Быстро. Че сидишь? Давай, покажешь, где дед хромой. Сейчас. Хе-хе-хе. Эльст. Так, объясните мне еще раз, только внятно и конкретно. За что вы подали иск на родную мать? А че? А как мне еще заставить тебя вернуть не мой компьютер? Ой, боже. Да кто у тебя его отбирал-то? Один раз мамка зашла, посмотрела, что в мире делается. Раз в танчики не поиграл. Боже. Один раз? Да ты специально отпуск взяла, чтобы дома за компьютером сидеть в интернете. Шо? И как мне характеризировать это дело? Окупация. Подходит по всем критериям. Это я в интернете вычитал. Пока он у меня еще был. Ой, стыдно мне вырастила у такого аглоеда. А мамка разочек зашла в социальные сети. И шо за это надо в суд подавать на мамку? А вы есть в соцсетях? Да. У меня там никнейм Ангелина Черная. Просто меня сын тоже недавно зарегистрировал. Правда? Ну вот интересно же там сидеть. Правда? А да. Тем более одиноким женщинам. Одинокой? Ну а шо? Так. Суд удаляется на рассмотрение дела. Я вам там фотографию лайкнул. Ой, а кстати, а где вы? Ой, это мы с подружкой на даче. Ой, у нее такие кабачки выросли. О, такие мы. Давай с ними фото. Наружали все. Ой, ничося. А вы шо, в активном поиске? Да. Эй, вообще-то это мой планшет. Шо ты гудишь? Отдаст тебе мама твой планшет. Иди погуляй на улице. У нас тут вообще-то судебное заседание. Вы не забыли? Да, да, да. Заседание. Ох, какая фотография. Вот ее я сейчас откаменчу по полной. Но не при детях же, не при детях. Да. Значит, суд принял решение. Отказать виски. И присудить истцу больше гулять на свежем воздухе. А не сидеть за компьютером. А мама пусть сидит. Одинокой женщине тоже нужно пожить. Какой вы грозный. Уважаемые пассажиры, с вами говорит командир корабля. Мы набрали высоту. Наш полет проходит в штатном режиме. Сейчас стюардесса разнесет вам еду, горячительные напитки. И вы можете расстегнуть свои ремни безопасности и душу. Я вообще с тобой уже, конечно, не отказался от горячительных напитков и горяченькой стюардессы. Мне бы за такие сальные шуточки мама такую взбучку устроила. Мы на высоте 10 тысяч метров. Что, ты маму боишься? Ты ее не знаешь просто. Мама у меня, ух. Фух. Пока к вам сюда добралась, два раза чуть тебе новую папку не нашла. Ой, так трясет. Пирожочков тебе напекла. А, открой ротик. А, и самолетик приземлится, сыночка. Мама, как ты сюда попала, в кабину пилотов? Материнское сердце, Женечка, любые двери открывает. Кстати, командир у вас такой приятный тембр голоса. Мама, я на работе. Не мешай, пожалуйста. На работе он. А мама дома сама скучает. Ты ж пропадешь без меня. Мама, я уже взрослый, самостоятельный мужчина. А, взрослый, самостоятельный. Хоть бы в кабине убрался, взрослый, самостоятельный. Что вы делаете? Мама! Что вы сделали? Что вы нажали? Не знаю. Вот эту кнопку или эту. Если бы я знала, я бы пилотом была. Ну, красненькую или беленькую. Все, все, все. Вы отключили автопилот. Мама, больше ничего не клацай. Вот видишь, говоришь самостоятельный. А без автопилота летать не умеешь. Мама! Не мамкой. Лучше скажи мне, какая тебе стюардесса больше нравится, Вика или Яна, а? Мама! Я говорю не мамкой. Летает он. Завели бы внуков, мне бы было чем заняться. А так я дома скучаю сама. Так, ребятки, я у вас там в салоне все протерла, окошечки ваши вытерла. Это не окошки, а иллюминаторы. А, умник большой. Хорошо, иллюминаторы ваши внутри вытерла. Пойду, протру снаружи. Да внуков заведи. Тут к стюардессам не подступиться, все в гургенов тюрились. Она сказала, снаружи. Мама, стой! Че, нравится драить, а? Давай накидаем кукурузы на машину шефа, прилетят голуби, обосрут ее всю. Вот это будет месть. Ну, откуда я знал, что у него есть видеорегистратор, а? Ребятушки, ну что вы напрягаетесь? Давайте я сам все отмою, а вы отдыхайте. Хм. Слышь, нам пить запретил, а сам уже полный бак закинул. Ага. Слушай, а может ты опять ацетон открытым оставил возле вентилятора? Ребят, я к вам такой строгий иногда бываю. Вы такие хорошие. А хотите коньячку? Французского? Не-не-не-не-не-не. Ну, захотите, говорите. Лучше сейчас брать, пока такой шанс выпал. Ну, раз уж такая пьянка пошла, то, Кондратич, как насчет нашей зарплаты? Ну, конечно, ну, конечно, совсем забыл. Забыл. На три месяца. Вот, карточка. Пин-код 1617. Берите, сколько надо. О! Попахивает разводом. Сейчас я его на чистую воду выведу. Да-да-да-да-да. Еще. Слышь, Кондратич, да. А дашь машину покататься, а? Так в чем вопрос, ребят, берите, да хоть на неделю. Хрутяк. Хорошо. Кондратич, ну, ты чувак. удобно там гараже машина стоит надо будет пригнать ее сюда и коробку перебрать понял а мы пока на море смотаемся приятного вам отдыха а на прощанье вам не понял тогда вот так вылезли из машины вылезли из машины я сказал машина мне засрали коньяк не выпили вы мне ночевать здесь будете и коробку еще переберете уроды я конечно дико извиняюсь но вы что спите с преподавателем биологии кто вам сказал смысле что за вздор вы не счете а почему тогда у нее в кабинете биологии появился какой-то новый прибор это не какой-то прибор это очень нужный прибор который она давно просила это аппарат который служит для демонстрации всасывания воды у нее для этого есть цветы успокойтесь не нужно так нервничать вот попейте водички пожалуйста успокойтесь не хочу я воды я уже год как прошу у вас вытереть деньги на рефлекторную колонку для дистиллизации а мне приходится постоянно просить у нашего трудовика самогонный аппарат успокойтесь не нужно так реагировать вы же такой ценный специалист поймите существует определенный график закупок и этот ваш река фак шмак извините не запомнил к сожалению не входит в этот график понимаете я поняла ну вот хорошо я все поняла ради рефлекторной колонки я готова на все простите я это очень нужный аппарат я думаю а мы теперь внесем некоторые изменения в график закупок давайте я помогу можно спасибо что вы говорили реактивы реактивы и реагенты у вас шаринка на спине что вы хотели а генрих аристархович нам вот так вот нужен новый токарный столок послушайте я уже говорил вам что все закупки у нас исключительно по графику по графику и по графику ну а она же как-то свой вопрос решила у нее как бы для этого есть все и я решу то что ты пугаешь только 250 а у нас у меня у 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 машина ясен-красен какая мерз конечно с к братва подарила на днюху в открытке так и написала кабан держи тебе мерз кабана как символично кондратик кондратич прям как вы вместо зарплаты нам коробку чупа-чупсов подарили короче возьметесь или нет разумеется 300 долларов а ты не хочешь рядом с этим бараном на коечке полежать а мы для вас сделаем скидочку 150 другое дело короче машина во дворе знаете загоните а мне на стрелку уже надо только аккуратно а то я вам потом рожи отрихтую все будет лучшем виде пойду загоню кондратик кондратич я тоже хочу на мэрсе покататься а ты не охамел я зарплату вижу как солнечное затмение с редкой периодичностью а так хоть какая-то радость жизни будет рома ремонт вот самая большая радость жизнь вот вы тогда мэрс и ремонтируйте на 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 шантажист круто загоняй кондратик кондратич кажется нам кранты во первых не нам а тебе не то всего ехать надо срочно забыл а ты теперь со главного поздравляю с повышением какой радостный день и на мэрсе покатался и на работе повысил и стоил этот кофе 40 минут в очереди стоил тут самый лучший кофе женя и вот как мы теперь выйдем а вообще-то мы опаздываем не волнуйся яночка я буду выруливать а ты команду буду ехать вперед буду ехать назад буду ехать вперед и не ори так а то подумаешь что я кого-то задавил яна здесь еще расстояние здесь три таких как ты влезет три а потом скажешь что машину разбила я тебя а давайте я вам помогу о слава бога молодой человек если можно вот мне бы такого напарника умный сообразительный и мужчина давай братишка подержите тут смелее назад можно сдавать назад назад красавчик спасибо спасибо эй мужик ты ты а ты его еще в напарники хотели ну что мужик будем оформлять дтп держите вкуснейший кофе ваша фамилия яна что яна как как правильно пишется сморикин или смарикин на троих мне надо мне надо что нас захватили террористы еще страшнее страшнее стюардесса показывала стриптизе хуже что может быть хуже стриптиза от нашей стюардессы у меня фобия я боюсь и это все я заикался зачем тогда полетели вообще на жена, теще уломали сказали там в тихо ха 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 Tucker кукла ладно ладно все все успокойся поможем поможем как мы поможем г hubi щаня я 20 лет небе летаю на любую аэрофобию есть грузинское средство это другие средства нельзя грузинская можно и даже нужно давай 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 молодец молодец не страшно не так же прямо как было макаленки еще подрагивает подрагиваю тогда до дна передо дна передо дна давай давай все-все-все-все-все-все молодец что как тебе не страшно в вообще не страшно ну вот видишь я говорил другая штука открылась какая-то девчонок захотелось пьяный дурак называется что ты вышел покурить там что дождь начался какая-то корга меня с балкона облила еще матюкал сочувствую здрасте здрасте необычные фотосессии делаете мы делаем разные фотосессии эротические фантастические в сказочных костюмах интересует судебная как это сейчас покажу слышь ты иди сюда начну бери сковороду давай замахивайся как будто ты меня сейчас по башке хочешь стукнуть а ты давай фоткой поехали ладно отлично все сковорода отыграла дальше о держи понеслась отлично давай стулом теперь поехали фоткой фоткой бомба отлично спасибо вы меня простите за вопрос но зачем вам эта фотосессия на тещу в суд хочу подать это она вас так избила ты чё не дай бог это я сам с третьего этажа упал ну согласитесь такой шанс упускать нельзя пожалуйста только можете вот вместо него фотошопом вот это чудовище добавить честно говоря мы таким не занимаемся пожалуйста ну по соседски я тут над вами на третьем этаже живу или я закрою эту вашу богадельню так ведь это самая корга которая меня облила я даже свидетелем вашим могу стать мы ее засадим ох засадим ох засадим тогда давайте так он воздушит давай отлично а а я за ножиком сейчас бегаю он у меня с зубчиками кровосоком ох засадим ох засадим ох засадим яночка я дома а что это у тебя под одеялом это чё за субъект отойдите от окна чего это вдруг кричите здесь могут быть жучки чего вы взяли я агент под прикрытием это я понял то нету не поняли я любовник вашей жены скажите а вам всем агентам на задание бессмертия выдают а да это по легенде не увидел и хорошо иначе пришлось бы вам стереть память я вас сейчас обоих порошок тот затрон тише я из национального антикоррупционного единого бюро украины что набу что ли да как набу только е посредине единое мы преследуем крупнейшего коррупционера было принято решение не доводить дело до суда а сразу ликвидировать его так а я тут причем из вашего окна будет вестись огонь мне что делать пока ведется операция вам лучше собрать вещи и уехать из города на неделю а лучше на две особняк скажите а вы сейчас всех коррупционеров конечно всех по списку а почему спрашиваете это так интересуюсь что вы делаете операция начнется с минуты на минуту святое дело делайте коррупции на заборок уходите быстрее откуда ты узнал что он взяточник и очень боится проверок ты сама сказала что он чиновник а еще не видел ни одного чиновника который бы не брал ну тогда мы начнем операцию начнем драм драм lequel потом потом там ну на троих Субтитры создавал DimaTorzok